Екатерина Орленко, ученица университетской ломоносовской гимназии. Всерьез увлекается естественными науками и учится на химико-биологическом отделении. Не раз участвовала в конкурсах исследовательских работ и почти всегда занимала призовые места. Как и все выпускники, находятся перед выбором будущей профессии. Пока окончательно не определилась, поэтому сегодня решила отправиться не на школьные уроки, а на пары в лесотехнический институт. Попробуй так более хаотично это все поделать. Прямо чтобы они друг друга находили. Потом просто вот так можно картон поцарапать. То есть на этом этапе мы пробуем и потом будем смотреть, что получается. Чем пары отличаются от уроков преподаватель в УЗИ от учителя в школе, а ученик от студента. Разницу обычно узнают только после поступления. Чтобы исправить эту ситуацию, в САФО появился проект «Студент на один день», где у битуриентов есть возможность буквально примерить на себя каждый институт. Специальность она такая специфическая, вроде работа действительно мужская. Вот сейчас мы делаем, что-то режем, да, как бы здесь нужны такие силы, силы в руках, аккуратность. Но в то же время я учился тоже был один в группе среди девушек в свое время в институте. Первой университетской парой для Кати стало занятие по рисунку. Ей предстояло узнать некоторые особенности создания гравюр и под чутким руководством преподавателя попробовать свои силы в этом искусстве. Ну вот, это уже ближе. То есть вот сейчас то, что прорезаны, штрихи, да, они как бы напечатались. Ну вот, в принципе, примерно вот, в принципе, печати поняла, наверное, думаю. Вторая пара – информационные технологии. На практическом занятии была возможность освоить самые простые приемы работы в фотошопе. Поэтому берете инструмент-штамп, соответственно, задаете размер кисти, то есть он может быть больше, меньше, да, то есть таким образом. И затем подводите этот инструментик к тому месту, да, на лице, где нет, соответственно, морщин. То есть это либо крылья носа, да, либо здесь вот близкая зона к волосам. В фотошопе Катя работала впервые, но, несмотря на это, сумела избавить от морщин даму преклонных лет. Навык, который она осваивала, называется «Ретушь». Он один из самых простых. Дальнейшее изучение программы откроет более широкий круг возможностей и применения. А в любом случае на сегодняшний день вся наша жизнь – это цифра, да, фото, цифра, видео, цифровое нынче, да, и, соответственно, это будет в жизни им очень полезно. В рамках проекта «Студент на один день» абитуриенты чаще всего посещают практические занятия, которые дают возможность понять суть будущей специальности. Ну вот, вот ваш результат получился. Лесотехнический институт научит меня пользоваться фотошопом. В лесотехническом институте предметов, где можно проявить себя с творческой стороны, найдется немало. И все самое интересное, что создается на практических занятиях, можно найти в одной из аудиторий института. Вот яркий пример, который у нас очень любят всегда показывать всем абитуриентам. Так, работа с глиной. Сейчас вот недавно закупили у нас новый станок по резьбе по дереву, то есть у нас вот различные, можно, например, вот здесь показать, различные поделки, которые у нас собираются из, вырезаются из фанеры и собираются из различных частей. То есть это все вырезаются отдельные части. Проект «Студент на один день» дает возможность не только побывать на занятиях, но и узнать всю необходимую информацию о специфике обучения на разных специальностях внеучебной студенческой деятельности и поступлению. У нас идет два комплекта вступительных экзаменов. Если мы поступаем на те направления, где у нас встречается слово «технология», значит мы сдаем физику, математику, русский. Если же мы поступаем на лесное дело или на ландшафтную архитектуру, то у нас мы сдаем вместо физики биологию, то есть биология, математика, русский. Какие предметы сдавать при поступлении? Какое отделение выбрать? И подходит ли атмосфера в институте именно тебе? Ответы на эти волнующие абитуриентов вопросы можно получить в проекте «Студент на один день». Для этого нужно всего лишь заполнить заявку на сайте САФУ и ждать приглашения. Один день в УЗИ в качестве студента, быть может, и не развеет все сомнения, зато точно внесет ясность во многие вопросы. Я пообщалась с преподавателями, узнала для себя много нового. И теперь буду думать, куда поступать. И одним из вариантов буду обязательно рассматривать лесно-технический институт. Таисия Машкова, Петр Меньшиков, Артем Юдин, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.